1 июля жители столицы Колымы смогут поддержать родной город. В рамках проведения всероссийского голосования Общественная палата областного центра приглашает взрослых и детей на избирательные участки поддержать инициативу и поставить свою подпись в поддержку присвоения звания Магадану «Город трудовой доблести». Напомним, Российская академия наук подтвердила, что наш город достойен этого звания. Документы на экспертизу отправляли в апреле. Историки, архивисты, музейные работники и юристы объединили исторические материалы и свидетельства, подтверждающие большой вклад магаданцев в предприятии города в достижение победы. В годы Великой Отечественной войны Колыма и Магадан были фронтом ударного труда. Несмотря на нехватку рабочих рук, техники, материалов, труженики Колымы в военные годы дали стране более 50% всего добытого золота в СССР. Производственные коллективы Магадана, 11 магаданских предприятий поставляли одежду и продовольствие для горно-рабочих, обеспечивали ремонт оборудования для шахты приисков, Ходатайство о присвоении городу Магадану почетного звания направят президенту России Владимиру Путину. Окончательное решение примет Оргкомитет. Победа. Дань уважения и гражданам нашим, которые были в те годы. Мы знаем, допустим, семью Бойко, которая на свои средства купила танк, воевала, получили ординацию за свое действие. Поэтому и золота сколько добывали, сколько инициатив было, сколько люди внесли средств, сколько трудовой героизм был у людей, чтобы была добыта победа. 1 июля, в день голосования за поправки в Конституцию, на избирательных участках будут работать волонтеры, которые соберут подписи у желающих поддержать инициативу присвоения Магадану звания «Город трудовой доблести». Поставить галочку «За» смогут и взрослые, и дети. Специалисты отмечают, что для этого не нужен никакой документ.